Здравствуйте. Следующий урок — поиск. Функционал поиска — это достаточно большой функционал. Здесь мы рассмотрим его вкратце. Для реализации поиска на сайте обычно используются два типовых компонента — это Search Form и стандартная страница поиска Search Page. Давайте разместим компонент Search Form на тестовой странице. И скопируем шаблон компонента в дефолтный шаблон сайта. Давайте интегрируем сюда верстку формы поиска. Вот здесь используется форма поиска. Ставим ее в шаблон. Здесь в шаблоне используется функционал подсказок при подключении вот этого компонента. Сейчас мы не будем использовать этот функционал. Сделаем достаточно простую форму. Итак, нам нужен Action для формы. Далее воспользуемся Input. Нам нужен Type Text. Воспользуемся Place Holder. А Value, Size и MaxLength нам не нужны. Далее идет Submit, который содержит Name и значение. Посмотрим, как это выглядит на странице. Здесь у нас нет текста, поэтому не будем заполнять поле Value. Ставим как есть. Удалим верстку ненужную. Итак, давайте проверим, как это работает. Мы видим, вставилась наша верстка. Теперь давайте разместим код вызова компонента в шаблоне. Как мы помним, часть функционала из хедера мы перенесли в дефолтный шаблон. Давайте откроем этот файл include header.php. Находим форму поиска и заменяем ее вызовом компонента. В данном случае здесь в параметре page указывается ссылка на страницу поиска, на которую перекидывает у нас форма при вводе поисковой фразы. Сохраним. Обновим страницу. Итак, мы видим, что компонент вставился. Давайте введем какую-нибудь поисковую фразу. И мы видим, что нас переадресовали на раздел search index.php. Итак, на этой странице уже лежит компонент. Это компонент search page. Он уже был при установке готового решения. Также кастомизировать вывод в шаблоне этого компонента можно обычным способом. Не будем на этом останавливаться. Обратим внимание, что для работы поиска используется так называемый поисковый индекс. Это специальная таблица, по которой происходит поиск. Процедура индексации — это заполнение полей этой таблицы информацией. При изменении данных иногда требуется произвести переиндексацию вручную. Это можно сделать в административном разделе. Поиск переиндексации. Здесь можно задать шаг переиндексации, выбрать конкретный сайт и модуль, который требуется переиндексировать. Давайте теперь перейдем в настройки инфоблока продукции и поменяем, например, шаблон страницы детального просмотра. Воспользуемся здесь. Ну, заранее скопируем его. И, допустим, напишем здесь какой-нибудь другой шаблон. Сохраним. И попробуем найти в поиске какой-нибудь товар из инфоблока продукции. Давайте посмотрим, какие товары у нас есть. Например, найдем вот это слово. Мы видим, найден один товар, и давайте посмотрим, куда ведет ссылка. В данном случае мы видим, что ссылка ведет на ту страницу шаблон, для которой мы указали в настройках инфоблока продукция. Что неправильно, этой страницы не существует, так как комплексный компонент каталога настроен на ЧПУ. Рассмотрим полезный инструмент Google Sitemap, который необходим специалистам для работы с поисковыми системами. Воспользоваться им можно в административном разделе «Настройки», «Поиск Google Sitemap». Этот инструмент создает XML-файл, который содержит в себе информацию о структуре страниц сайта. Давайте сделаем его. Создадим. Итак, XML создалось. Давайте перейдем в корень. Мы видим здесь 3xml. Нам нужно открыть вот этот. Итак, мы видим здесь информацию о структуре файлов на сайте. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.